Алло, здравствуйте Юрий Федорович. Здравствуйте. Мы жители центрального округа. Убедительно просим вас разобраться с ситуацией на улице Крымской, где идет строительство торгового объекта, начинается. Вчера мы там были, камазы, машины. Да разбираемся с этим, с первого дня разбираемся. Уже отменили разрешение, но тут судебные дела, все эти тяжбы. Но вы знаете, к сожалению, что хочу сказать, ему еще документы в 2012 году выдали. Вы же понимаете, он получил документы и сидел молчал. Юрий Федорович, ну как быть с остановкой? Он ее вообще сдвинул в сторону, она там малюсенькая-узюсенькая стала. Вы знаете, я дал поручение и управлению транспорта разобраться с остановкой, вообще с остановками, там у нас и на Астраханское что-то она уменьшилась вдруг до неопределенных размеров, уже невозможно говорить, что для остановки существуют нормы, СНИПы. То есть все остановки будем восстанавливать, приводить в порядок. А на Красноармейской надо создать зону отдыха с озеленением и лавочками. Я вообще для себя такое понимание имею, и много лет мы еще когда-то с Паховым опланировали, что там вообще должен быть фонтан, потому что это въездная группа в город. А сегодня оказалась вот такая ситуация, остановка, столовка, там фрукты, там гадюшников бы понаставили этих, понимаете? То есть мы категорически против, но мы можем действовать только в рамках законодательства. Вот будет сессия, я и на сессии это озвучу, и вообще, как бы, я думаю, поддержка от людей будет, от общественности, и мы... Будет, конечно, мы на вам и везде поем. Все договорились. Спасибо вам большое, спасибо, Юрий Федорович. В завершении разговора звучит рюзимая главы, оно же поручение для заместителей и муниципальных служб. Коллеги, я хочу сказать, для нас большая проблема о Крымской и Красноармейской. Нам надо все меры принять, мы не должны там допустить никакой застройки, там ее просто в принципе в природе не должно быть.